Ну что, привет! Я обещала тебе рум-тур, и вот я проснулась и готова показывать свою новую квартиру. Давай начнём с кухни из зала, потому что я уже приготовила себе завтрак, и он вот-вот окажется в моём желудке. Да, у меня кухня, совмещенная с залом, но достаточно светлая, просторная, и мне здесь очень нравится. И из интересного на моей кухне это, пожалуй, отсутствие духовки, то есть плинка есть, а духовки нет. Честно говоря, я такое первый раз вижу, но ничего, как-нибудь исправимся. Второй интересный факт — это я купила себе вазу на тот случай, если мне будут дарить цветы. Ваза стоит пустая, цветы мне ещё не подарили. Ну а сейчас мы находимся, пожалуй, в самой главной комнате, да и в последней, потому что комнат больше нет. Это спальня плюс моё рабочее место. Живу я тут чуть больше месяца, и, к сожалению, ещё пока толком ничего не расставила, но кое-какой уют я уже успела себе создать. Например, в виде этого фламинга. Это братан Лори, вы все его прекрасно знаете, он живёт со мной, у него всё классно. Также у меня появился замечательный розовый стул, и чтобы моя спина не уставала, этот друг меня выручает. Включаем комп, и пока он грузится, я немножечко покажу, что у меня здесь происходит. С микрофоном вы все знакомы, потому что микрофон как бы обозначен наклейкой микрофон, его ни с чем не перепутать. Наушники, зеркало, здесь всё понятно. Из новенького. У меня появилась веб-камера, потому что я записываю уроки. А это приспособление для прямых эфиров, ну и также свет, чтобы всё красиво было. Катя. Клавиатуру недавно я залила водой, и у неё сломалась подсветка, поэтому осталась только синяя, а раньше она переливалась всеми цветами радуги, как примерно вот эта мышка. Ну и я считаю, что у каждой уважающей себя девушки на рабочем столе должна быть рулетка. Я вас поставлю сейчас ненадолго вот сюда, потому что мне нужно чуть-чуть поработать. Ага, чуть-чуть, конечно, чуть-чуть. Мне очень много надо поработать. Итак, чай почти допит, работа почти доработана. Кстати, хотела показать, смотрите. Так вот если, опа, нажать, свет заработает. Прикиньте, там никаких кнопочек нет, я просто его бью и так, и всё. Ну а после того, как ты поработал, конечно же, нужно отдохнуть, поэтому я приглашаю тебя на свой шикарный балкон, на свою chill-зону. На входе вас встречает выставка запчастей, которые ещё не установлены в мою машину. Ремни безопасности, гидроручник с моим ником. Ну а теперь самая кайфовая зона в моей квартире. Это, конечно же, балкон с пуфиком. Правда, тут за окном стройка идёт, но это ничего страшного. Ну а за этим зеркалом прячется небольшая гардеробная. Пожалуй, последнее, что осталось вам показать, это, конечно же, святую комнату. Куда без неё. У меня единственный вопрос только к этой шторке. Зачем она вообще тогда, в принципе, нужна, если она прозрачная? Что здесь делает зимняя шапка, не спрашивайте, я сама не знаю. На этом экскурсия по квартире окончена. Пишите, как вам понравилось, не понравилось, потому что лично для меня такой формат съёмок был впервые.